всем привет я продолжаю серию видео покупки семян растений которых я буду выращивать 2020 году сегодня это цветы как всегда я составляю список сорта количество примерные сроки посевов делаю выписку для меня так удобно чтобы ничего не забыть много однолетников я пока не высаживаю не выращиваю есть несколько причин первая это еще они завершенная стройка дома а вторая я в следующем году хочу сделать очень большой цветник цветник не цветник и может быть это даже можно назвать микс бордер он будет занимать площадь вдоль всего фасада дома и плавно перетекать по всей длине забора одной из сторон забора это очень большая площадь очень много займет времени чтобы это сделать подготовить и еще больше времени займет это посадка покупка растений выращивать буду все по классической схеме конечно же это питунья я люблю этот цветок но мне нравится когда питунья растет в кашпо подвесных в озонах в каких-то балконах ящиках хотя мама у меня всю жизнь и и выращивала в открытом грунте но заметила что наверное лет пять последних я к ней приезжаю в гости на тоже и теперь старается высаживать в горшки в этом году я решила попробовать питунья от биотехники никогда не выращивала от этой фирмы я знаю что они раньше работали только с оптовиками но теперь они открыли филиал в москве это кому интересно кто живет в москве в московской области можно купить а значит семена в розницу но конечно у них там идет заказ от 500 от 500 рублей в интернет-магазине заказывайте есть самовывоз кому интересно это метро павелецко радиальная выходите к вокзалу и идете до первого коженического переулка и там через кпп проходите и забираете уже свой заказ можно расплатиться наличными а можно карточкой вот и я заехала туда забрала то есть на пересылку можно не тратиться и все и там же можно между прочим на месте если что-то вам не хватило через интернет заказ можно там дозаказать и выкупить я так и сделала я еще огурцы заказала и ты и так питунья серия маме лилак перл очень красивый цвет каскадная многоцветковая решила каскадники взять все-таки у них в отличие от ампельных стебли будут по длине и более мощные и растет она и вверх и в сторону и затем вниз а вот ампели все-таки они больше вниз вытягиваются также серия маме white белая тоже каскадная многоцветковая взяла это эти сорт гибриды у меня будут расти в вазонах опера supreme red это я взяла для подвесного кашпо красивая это каскадная сколько здесь семян семян здесь по пять штук у этой серии тоже очень красивая конечно же взяла питунь крупноцветковую ультра плюм очень красивый цвет такой винный мне нравится это кустовая крупноцветковая это просто в горшке питунь тоже крупного крупноцветковая дэйди блюм красивая мне нравятся такие цвета здесь у нас побольше по 15 штук дальше это тоже все классика лабелия красный каскад голубой каскад и белый каскад это чтобы создать дуэт с питуньей чтобы более интересно смотрелось в вазонах и в кашпо я буду подсаживать вот лабелию мне она нравится тоже красиво будет свисать лаванда тоже для техники белого цвета у меня четыре сорта лаванды растет в саду она такого классического цвета лавандово-сиреневого а вот белой нет хочу попробовать белую я видел еще розовую на одном из сайте сайтов с семенами но сайт не внушил доверие поэтому не стала заказывать вот взяла белую называется снежный и не буду выращивать здесь 15 штук лаванда хорошо выращивается если хорошие семена если семена изначально заложены здесь плохого качества хоть что вы с ними делайте они все равно будет плохо всходить этот просто пакетик я уберу в холодильник и будет лежать до первых чисел февраля я феврале высевая лаванду в общем но здесь вообще это дихонтра никогда и не выращивала но в детстве я помню этот цветок ну это растение было у мамы она его держала как комнатное растение и выносила летом на улице она все лето росло но у нас тепло поэтому она очень рано выносилась и очень поздно заносилась в дом и тоже свисали такой каскад был это сорт silver фоллс она такая серебряного цвета вот образует каскаду 1 и 8 метра в общем я знаю что она плохо плохо всходит в общем она требует такого внимания это у меня был порыв прям там когда я забирала семена своей питоне вот и увидела дихондру и решила там ее купить без заказа через интернет в общем не знаю если будет у меня настроение и возможности время я ее конечно буду выращивать в этом году если нет то оставлю на следующий год здесь всего лишь 5 штучек посмотрим ну скорее всего буду выращивать а раз уж купила пока семена свежие попробую посмотрим ну это как обычно бархатцы я их всегда каждый год высеваю это просто подкупила свеженьких а так я собираюсь свои семена очень мало покупаю это так чтобы разбавить кровь так купила тоже вообще никогда не выращивала это ли адрес фламинго ли адрес колосковая фламинго интересно написано ли адрес мужском роде а колосковая в женском ну в общем как-то так очень понравилось мне это растение интересно тем что стебли вырастают до 80 сантиметров то есть это растение можно сажать на задний план тоже такая узкая листва как у лаванды и цветет цветет она таким колоском и цветение у нее образуется не снизу вверх как обычно да а сверху вниз что очень интересно ну сам колосок конечно крупным не понравилось это существует разных много цветов и сиренево-лиловые белые и розовые цветет с июля с июня ну и около 50 дней тоже очень хорошо как только колоски эти отцветают просто их обрезаете и остается такая декоративная листва пышненько это уже очень красиво будет смотреться вот этот сорт сорт фламинго написано везде что он розового цвета на картинке я бы сказала что он все-таки сиренево-лиловые у него колоски пишут что у него схожесть они особо хорошие примерно 50 процентов поэтому купила значит два пакетика корневище у него такую имеет клубнивую форму можно потом выкапывать и клубеньки разделять их и также размножать вот хочу я их высадить в мой будущем викс бордер именно куртинкой буду высевать не раньше марта здесь посею в квартире он хорошо у меня взойдет и увезу его туда уже в дом поставлено окно будет там расти чтобы здесь место не занимал дальше дальше идут подсолнухи я люблю подсолнухи каждый год их выращиваю этот гибрид pr63a 90 я выращивала уже года три очень высокий наверное четыре с половиной метра вырастает это точно хорошо набиты семечками мне нравится мы вообще любим семечки поджарить и щелкать их подсолнечник оранжевое солнце вот я его сфотографировала здорово смотрится набитый как плюшевый очень красивый его на прям по стебле очень много завязывается он так очень яркий и красивый подсолнечник золотая гирлянда здесь конечно нарисована очень красиво смотрите как будто стебель и он весь обреплен этими маленькими подсолнушками но выглядит он в натуре да как сказать он не так нету такого прямо облепленности до растение высоко здесь написано 2 и 5 метров он был наверное больше трех но красиво смотрится в срезке красиво мне понравилось вот замечательно глориза ивнинг тоже выращивала его год назад замечательный подсолнечник тоже очень декоративные также купила солнечный зайчик этот подсолнечник он низкорослый всего лишь высотой в 40 сантиметров купила его для выращивания именно в горшках в кашпо можно и в клумбу высаживать но в озонах мне здесь прям на картинке очень понравился есть и такой подсолнечники от биотехники но я уже купила этот поэтому не стала у биотехники брать красивый подсолнечник шоколадка очень темная у него шляпка я никогда такой не выращивала был у меня темный но не настолько здесь прям такой темно-темно свекольный цвет красиво еще я буду высевать это однолетний георгины а сорт называется веселые ребята очень красивый цветок не люблю его в клумбах я его выращиваю через рассаду и высаживаю возле стеклянных теплиц очень красиво смотрится в этом году не собрала семена поэтому придется докупить как я уже сказала что в этом в следующем году буду делать миксбордер очень большой поэтому составила список всех растений которые мне нужно будет купить я уже знаю где и что у меня будет расти составила схему цветника на обычном тетрадном листе в клеточку но не могу не никак не найти бесплатную программу где это можно свой цветник да мне нарисовать в уже в программе вот искала не могу найти если кто знает подскажите где можно скачать бесплатную такую программу не сложную конечно же чтобы составить цветник то есть сделать границы и засадить до компьютерной графикой конечно цветы какие я буду там выращивать еще хочу вам показать покупки которые я совершила в интернет-магазине рост я не буду на него давать ссылку я так же как и вы искала где бы подешевле купить вазоны нашла этот магазин он мне понравился я там сделала заказ поэтому если вас заинтересует и кому это будет интересно просто в объете интернет-магазин рост горшки кашпо вазоны и вам все высветится вы все посмотрите поэтому кому нравятся садовые покупки досмотрите видео до конца и обязательно пишите комментарии итак я купила набор керамических горшков в комплект входит 5 штук это серия кувшинка а рисунок модерн производства беларусь отличного качества мне понравились они самый большой горшок это объем 4 литра они все идут с тарелочками конечно качество хорошее я конечно же там на складе каждый горшок открыла посмотрела вторую горшку горшок объемом 2 и 4 литра тоже с тарелочками все 3 объем 165 4 объем 075 приятная на ощупь керамика и рисунок очень красивая и самая маленькая крошка это 035 объем так по ценам это интернет-магазин рост склад для самовывоза у них находится в ногинске поэтому я сама приехала и забрала я люблю такие интернет-магазины где есть сама вылаз я села в машину приехала на месте открыла все что я купила все посмотрела если мне что-то не понравилось и конечно это не забираю мне все пересчитывают но в этом интернет-магазине на складе я забрала все что заказывала и так смотрите вот кувшинка 5 горшков если вы берете по розничной цене то это будет у вам стоить 1255 если оптом то 930 рублей опт у них начинается от 5000 вот на 5000 вы набираете это уже цена оптовая это я для себя просто написала розницу чтобы вам показать если вам даже не нужно там на 5000 просто с кем-то вы скидываетесь то есть набираете допустим два там три пять человек выбираете себе и кто-то едет и забирает это все очень удобно там разные скидки это нужно смотреть магазин рост и и там от десяти тысяч если вы набираете там еще большая скидка поэтому если с кем-то складываться набирать так сказать группу единомышленников то это выходит очень по цене очень хорошо так дальше купила пластиковый горшок такого качества хорошего это производитель украина издалека смотрится как тоже знаете под глину тоже идет с тарелочками с поддонами здесь отверстия нету нужно делать сами плотный такой пластик что самое хорошо с тарелками этот горшок называется лилия он идет на 5,5 литров если по розничной цене сто пятьдесят один рубль если по оптовой сто двенадцать рублей отлично я считаю цена для таких горшков здесь два горшка это серии ротанг производитель я вам сейчас не скажу но по-моему это украина я горшки все украинские смотрела но не российского производства здесь нет отверстий они очень красиво смотрятся особенно издалека цвет такой приятный темно-коричневые и как плетенка смотрится тоже хорошего качества они идут тоже с тарелочками вот поддон вот как раз здесь сейчас и производителя посмотрю да тоже украина вот это керамика беларусь делает так давайте посмотрим значит ротанг это 7,6 литров один горшок по розничной цене двести семьдесят шесть по оптовой двести четыре рубля пятьдесят копеек я их взяла два вот такая цена я считаю что это отличная цена на такие горшки в магазинах конечно дороже остальные горшки вазона они очень большого объема я их вывезла в деревне на днях там буду тоже сниму их производитель там украина вообще мне понравился этот интернет-магазин и самое главное что есть конечно скидки чем больше вас собирается народу и вы заказываете на большую сумму тем конечно выгодней не знаю как это будет работать с почтой или с транспортной компанией насколько это выйдет дорого но если есть самовывоз это очень удобно и тем более они еще мало того что делают скидку чем вы больше заказываете то есть на сумму и они еще делают скидку если вы расплачиваетесь наличными деньгами итак я сегодня в деревне и хочу вам уже показать все остальные горшки вазона которые я приобрела в интернет-магазине рост это уличные пластиковые коричневые горшки и вазоны производитель Украина в этом году мы освободили полностью открытую веранду возле дома от стройматериалов и я буду в эти емкости во все высаживать питунью итак первый вазон он на 15 литров я один его купила значит это из серии Леон отличного качества здесь дренажных отверстий нет пластик плотный рисунок красивый сейчас посмотрю сколько стоит значит 15 литров стоит 343 рубля 80 копеек один горшок отличная цена следующий вазон уже идет на 29 литров это тоже серия Леон подбирала чтобы одинаковые были тоже нет здесь дренажных отверстий ножка тоже отличного качества я их взяла 3 штуки 29 литров стоит 1 вазон 509 рублей 90 копеек в общем 510 рублей 1 29 литров вообще отлично питунья моя здесь будет шикарно так это все вот на 29 литров сейчас уберем сейчас уберем так следующие горшки у меня сколько они так это уже серия Николь они идут на 14 литров тоже серия другая но рисунок я подбирала чтобы был один он стоит 212 рублей 30 копеек тоже отличная цена так и последний горшок самый большой это серия тоже Николь он на 45 литров тоже видите все подбирала под один рисунок чтобы красиво было здесь тоже нет дренажных отверстий громедный вообще горшок конечно же он идет с поддоном 45 литров один взяла и стоит он 679 рублей 50 копеек по-моему для такого горшка отличная цена вазоны я специально брала под определенные гибриды питуньи здесь более каскадные будут такие горшки я буду высаживать кустовые питуньи в общем распланировала что и гео у меня будет расти сразу у меня на сегодня все я желаю вам всего самого хорошего и всем пока